Чтобы никогда не было войны – это самое главное желание Антонины Ивановой. В 1943 году ребёнком вместе со своими братьями, дедушкой и бабушкой, она попала в концлагерь Ли и Пае на уничтожение. В 1944 году лагерь разбомбили, и Антонине Васильевне с семьёй удалось бежать. В нашей части уже наступали. Линия фронта была. Нас погрузили на телегу, дали лошадь сопровождающих солдат. Сейчас как война, быстрее, быстрее, бегом, бегом. Говорят, здесь будет передовая, сейчас война, сейчас бой будет, бой будет. И нас увозили побыстрее. Сегодня в Сарове живут 26 бывших узников концлагерей, свидетелей тех страшных событий. Они пережили разрушение, голод, потерю близких. Каждый день эти люди встречались со смертью лицом к лицу и сумели выжить. Однако память о том времени навсегда останется с ними. Мы не можем слушать даже эту немецкую речь. И все вот эти ужасы, это очень больно нам. Мы всё время плакали, тяжело нам было даже общаться. Каждый год 11 апреля руководство города организует встречу для узников фашистских концлагерей. В этот день ветераны вспоминают об узломанном войной детстве и о своей нелёгкой судьбе. У вас мы видим пример. Пример мужества, пример героизма. И одно из самых главных, за что мы вам благодарны и низкий поклон, за то, что вы сегодня, сегодня подаёте пример, особенно молодёжи. Это очень важно. Свои творческие номера ветеранам представили дети из вокальных коллективов города. Также бывшие узники получили цветы и памятные подарки от администрации. Тех, кто по состоянию здоровья на встрече присутствовать не смог, поздравят на дому. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.